ОТВ ищет новые лица. Мы сделали плакат с таким текстом и отправились в центр города. Проверим, сколько челябинцев готовы сменить свою профессию и стать телеведущими. Мы предложим им прочитать текст на камеру, который обычно читает ведущие программы «Наше утро». Все, давайте. Смотрите в камеру, не на меня. Доброе утро, дорогие телес... В большинстве развивающихся стран собственные телекомпании. Аня, дайте снова что-то. Ничего, что я в шапке, ничего. Так не сильно ужасно выгляжу. Пока что. Ну да. Давай. А можно я красиво сейчас? Так вы красиво. О, самое милое. Так оделась я диктора. Замечательно будет сейчас. Давайте. Все, готовы? И заново? Да, да, да. Все, я взял. Наше утро. Доброе утро, дорогие телезрители. С вами Гришина Ольга и в эфире программа «Наше утро». Сегодня наша тема звучит так. День телевидения. История телевидения началась примерно век назад. А впервые эксперименты с использованием электронных лучей для передачи и приема изображения проводились еще в начале 1920-х годов в Советском Союзе. Только в 50-е годы 20-го века телевещание получило массовое распространение в Европе. В большинстве развивающихся стран, собственные государственные и частные телекомпании возникли еще позднее, в 60-х, начале 70-х годов. Сегодня в мире не осталось, наверное, государств, не охваченных телевещанием. И на этом у нас все. Включайте телеканал ТВ и смотрите программу «Наше утро». Желающих попробовать себя на телевидении оказалось не так много. И в основном это люди старшего поколения. А молодежь, видимо, боится ударить в грязь лицом. Но это был розыгрыш. А тем не менее мы приглашаем вас на настоящие пробы. Программа «Наше утро» ищет ведущих эфира. Приходите на ОТВ. Отличного настроения!